Привет! Пожалуй, это сегодня наш последний репортаж из Милана, потому что довольно скоро в городе стемнеет. Мы с вами находимся на улице Феста дель Пердоно, что на местном языке означает праздник прощения или простыми словами прощенное воскресенье. Вот это здание, которое без лишних затей называется в Милане Кагранде или Большой Дом. Это главное здание Миланского государственного университета. Вот такое вот действительно большое здание, которое, если посмотреть на него внимательно, на его фасад и на его внутреннее устройство, то, в общем, человек, привычный к прогулкам, скажем, по Венеции, мог бы поспорить на очень большие деньги, что это здание являлось в свое время монастырем и было, наверное, каким-нибудь Наполеоном реквизировано для гражданских нужд. Для разнообразия это не так. Это здание, это один из первых образцов гражданской архитектуры времен правления в Милане герцогов Сфорца, которые, как мы помним, в середине 15 века сменили у руля миланского герцогства герцогов Висконь. Значит, вот пропускная система главного здания МГУ Миланского государственного университета. Вы помните, как в Московском государственном университете за те последние 17 лет, что я там преподаю, или, может быть, правильнее сказать, был бы преподавал, там три раза менялся регламент, каждый раз в сторону ужесточения, иностранцев там нужно как отдельно оформлять вход иностранцев на территорию лекторов, если они не постоянные сотрудники, нужно оформлять бумагами с несколькими печатями, чтобы они могли войти, я даже не говорю про главное здание, а даже на факультеты, где раньше было проще с проходной системой, типа, например, журфака. Да, последнее произошло уже в марте, кажется, 16-го года, изменение правил. Теперь уже нужно лично выходить с обходным листом, с подписанными бумагами для того, чтобы встретить человека, даже если он является лектором и курс читает постоянно. То есть на протяжении там нескольких лекций, вот все старые проходные трюки МГУшные теперь закончились, теперь там уже охраняется лучше, чем Глубянка. Вернемся, впрочем, к Миланскому государственному университету, благо тут есть что посмотреть. По-моему, тут довольно симпатично и красиво, хотя двор действительно, ну, невозможно отличить от монастырского. Такая это, в общем, типовая архитектура, но можно себе представить, что архитектор, для которого это была первая на его памяти гражданская постройка, до этого все-таки немало построил или спроектировал монастырей, а даже если нет, то он их достаточное количество в своей жизни повидал и побывал в них. Соответственно, представлял себе, как должны располагаться такие большие комплексы с залами разного назначения, потому что архитектура совершенно монастырская, даже если это здание изначально строилось герцогами в Сфорце, как больница для бедных, а совершенно не как обиталище монахов. Вот здесь есть такая боковая галерея, заканчивается она, к сожалению, тупиком, поэтому внутрь не пойдем, а пойдем в фармацевтический дворик, который находится здесь за углом позади лестницы. Вот фармацевтический дворик, место, где устраиваются всевозможные выставки и инсталляции современного искусства. Одну из этих инсталляций после недавно прошедшей выставки еще не успели разобрать. Мы сейчас попробуем даже внутрь ее проникнуть. Вот такой вот фармацевтический дворик здесь есть прекрасный. Значит, вот у него посередине такая инсталляция, довольно похожая на то, что отгрохали в открытой зоне музея Израиля прошлым летом японцы. Но тут, правда, не из гнущихся ветвей, а из таких бревен это все состоит. Надо посмотреть, как этот дворик фармацевтический будет смотреться изнутри. Это не единственное помещение Миланского университета. Это его, хоть и главное здание, но один из 15 кампусов. Потому что в Италии, как мы знаем, произошла в какой-то момент реформа образования, после которой учиться ломанулись практически вообще все. Ввели такой налог на образование, который если ты платишь, то дальше тебе уже образование бесплатное. И вот эта инсталляция, а вот за ней, соответственно, аптекарский дворик. Да, ну более или менее как бы мало-высоко художественно то, что у нас с вами получилось. Поэтому покинем этот дворик, пойдем дальше обследовать главное здание. Так вот, ломанулись итальянцы в связи с реформой образования учиться. И на сегодняшний день в Миланском университете, помимо того, что у него есть 15 кампусов, у него 65 тысяч студентов на разных формах обучения, в том числе 50 тысяч, что называется, градиат и 15 тысяч постградиат. У него 2,5 тысячи штат-профессуры, еще 2 тысячи административный штат и 500 адъюнктов, то есть нештатных разных преподавателей, которые здесь читают свои курсы, но не могут претендовать на постоянный рабочий контракт. Так что 2500 человек тут на постоянном контракте только преподавателей. И еще 500, значит, уништатников. И 65 тысяч человек учатся. Что, по-моему, цифры совершенно ужасающие, учитывая, что Миланский университет не самый большой в Италии, что он так входит в пятерку самых больших университетов в Италии. Он, кстати, довольно новый. Он учрежден в 1924 году. И первое его здание находилось совершенно не здесь. Находилось оно в Читадале-Студе, там, где находится политехнический миланский институт. И это здание, вот, Кагранде, большой дом с этим замечательным садом и двором и галереями, университет получил только после Второй мировой войны. В 1943 году, во время бомбардировок, главное здание Кагранде было существенно разрушено. И после того, как начался ремонт, было решено, что, когда оно будет доремонтировано, то оно будет передано в распоряжение Миланского университета. А, соответственно, все клинические подразделения тут переехали в другие места. Вот мы с вами чуть-чуть почти прошли насквозь двор, потому что, несмотря на свою небольшую высоту, здание имеет довольно большую площадь. В общей сложности площадь территории Миланского университета превышает 200 тысяч квадратных метров, что, учитывая скромную площадь Италии, не очень маленькая поверхность. Ну, сейчас мы поднимаемся на галерею вот этого дворика. Сейчас посмотрим, что у него там внутри и чем там занимается студенчество. Впрочем, я думаю, что про студенчество загадки большой для вас тут нет. Оно, наверное, курит и пьет пиво. Потому что чем еще заниматься студенчеством? Прекрасный майский вечер во дворе Альма-Матер. Да, не курит и пиво не пьет, просто тихо социализируется. Все курящие и пьющие ушли, видимо, не дожидаясь закрытия табачных варьков и пивных за добавкой. Просто когда я здесь был 15 минут назад, все было заставлено бутылками и завалено бычками. Но, видимо, даже вот такие дисциплинированные парни, которые убирают за собой. Посередине находится вот такая вот штука. Под ней сохранившиеся старые стены подземных помещений городской больницы. Вот тут такая кирпичная кладка, часть которой, как мы понимаем, является восстановлением ущерба от бомбардировок. Ну и, собственно, заканчиваем мы нашу прогулку вот этим живописнейшим тупиком, за которым идти дальше некуда. Ну, потому что время позднее, потому что уже все закрыто. Это вот библиотека Миланского университета. Такая довольно поместительная, но работает она до 6 часов дня. Мы помним, что итальянцы небольшие фанаты. Таких бессмысленных занятий, как труд. Они больше любят футбол и забастовки. Так что библиотека работает до 6, на дворе 8, соответственно, извините, подвиньтесь, товарищи любители знаний. Пейте свое пиво, курите свои сигареты, вам никто не препятствует. А, пожалуйста, библиотеку не трогайте. Библиотекари, члены профсоюза. Вот видите, здесь заканчиваются книжные полки, начинается читальный зал. Они здесь вот читают миланские студенты все, что им задали к экзамену. И набираются ума. Факультет политических наук отсюда переведен, чтобы политиканы не мутили сознание честных студентов-учащихся, которым все-таки правильно было бы изучать какие-то более осмысленные дисциплины, чем политика. Вот, подходит, как вы видите, по мху на плитах. Здесь давно никто не ходил. Подходит к завершению наша маленькая экскурсия по главному зданию Миланского государственного университета. Ну, просто потому что тут тупик и дверь заперта. Была бы она открыта, мы бы с вами могли попасть в еще одно киёстк с той стороны этого здания. А так, просто вот в тот дворик, в который мы с вами пришли, и сейчас с вами порознь из него уберемся. Спасибо за внимание. На этом сегодняшняя трансляция из Милана заканчивается. Надеюсь, завтра уже что-нибудь расскажу вам про Венецию. До завтра, дорогие друзья.